МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. Экс-главу Дагестанского Россельхозбанка объявят международный розыск. Следственный комитет просит арестовать заочно Детина Магомеда Беджи Магомедова. На катере под Березовым водом. Красиво, но небезопасно. Сотрудники МЧС провели рейд в Сулакском районе и узнали, насколько здесь соблюдены требования безопасности. Из народной забавы в официальный вид спорта в Дагестане начали развивать пляжную борьбу. Следственный комитет просит заочно арестовать экс-главу филиала Россельхозбанка в Дагестане. По данным правоохранительных органов, Гетина Магомеда Беджи Магомедов в настоящее время скрывается за границей. В случае заочного заключения под стражу он будет объявлен в международный розыск. Напомним, Гетина Магомедову вменяют вину причинение банку ущерба в размере 212 миллионов рублей. Один миллион рублей смогут получить школьники России за победу на международных олимпиадах. Об этом заявил Владимир Путин. Получить премию школьники смогут уже в этом году. Кроме того, президентской наградой будут отмечены и учителя олимпийцев. Их вознаграждение за золотую медаль также составит миллион рублей. За второе место 500 тысяч, а за третье 400. Путин упомянул и о том, что в следующем году расширится программа президентских грантов для лучших студентов вузов. В Дагестане до конца года откроется 15 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Уже определены территории и выделены земельные участки под их строительство. ФАПы появятся в малых населенных пунктах, например, на острове Чечень, а также в селах восьми районов республики. Средства на закупку выделят из федерального бюджета. Отличие модульных ФАПов от обычных – в быстрой скорости возведения. Модульные здания относятся к разряду мобильных, производятся в заводских условиях и монтируются на площадке под ключ. Они будут оснащены всем необходимым оборудованием и соответствовать современным требованиям. Как оценивает религия нарушение правил дорожного движения, рассказали автовладельцам сотрудники Муфтията во время совместной акции сотрудников ГИБДД и духовенства, которая прошла на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале. Водителям раздали специальные брошюры, там, где авторы повествуют о соблюдении правил дорожного движения и не только. Они напоминают, что за сухими цифрами статистики стоят сломленные жизни, невосполнимое горе родных, погибших под колесами авто. Важно было донести, как на подобное правонарушение смотрит религия и какую ответственность придется нести за свои поступки участникам дорожного движения. За день участники мероприятия раздали более 600 брошюр. Такие мероприятия совместно с Муфтиятом Республики Дагестан ОГИБДД будут проводить регулярно. И приятно, что к данным мероприятиям подключается Муфтият Республики Дагестан. Надеюсь, цель таких мероприятий, основной, которую мы преследовали, будет однозначно и снижение аварийности и тяжести всех последствий. Масштабный рейд в районе Сулакского каньона провели представители МЧС Республики совместно с МВД и администрацией Казбековского района. Наша съемочная группа была свидетелем. Подробности о сюжете по темат Ханаповой. Всего здесь функционируют пять баз отдыха, и только часть из них имеют разрешение на коммерческую деятельность. Другие же обходят закон стороной, нелегально обустраивают причал, владеют катерами и перевозят пассажиров на судни. И делают это абсолютно небезопасно для туристов. В Черкеве более-менее мы навели порядок. Там на самом деле в мечети сказали нельзя, там нет. А вот тут какая-то неуправляемая банда или как назвать. Скажите, пожалуйста, получается тут еще и спасателей нет? Да нет, какие спасатели могут здесь быть. Посмотри, какой спасатель может быть на глубине 40 метров. И температура воды какая. При осмотре катеров выяснилось, из средств безопасности тут только спасательные жилеты, и то в недостаточном количестве. Но даже они в случае ЧП не спасут оказавшегося за бортом. Течение реки слишком сильное, а глубина каньона более 40 метров. Специалисты отмечают, что защита здесь нужна намного серьезнее. Министру внутренних дел мы писали по этому вопросу, обеспечив безопасность хотя бы на месте, вот здесь вот, чтобы какой-то порядок был. Каким-то образом, вот сегодня мы собрались, потому что мы все обеспокоены этим. И вот здесь вот мы должны конкретное решение принять хотя бы, хотя бы в плане того, что как заговорил, пока не будет порядка, вот эти вот сами катера вывести. На этих катерах, поймите, катер рассчитан на 2-3. Сажают 5-6 человек. Вот представляете, 5-6 человек сажают. Кто безопасно отвечает. Главная задача таких рейдов – не позакрывать турбазы на Сулаке. Они нужны и важны как для развития туризма, так и предпринимательства. По словам экспертов, эти акции не против бизнеса, а за его безопасность и законность. Мы не знаем, есть ли на этих судах лицензия на перевозку людей или нет. Может, они вообще не допущены. Ну как, вы же на автомобиль не садитесь, если у вас прав нет. Не садитесь. Если автобус везет пассажиров, он же должен иметь лицензию на перевозку этого пассажира. Допускают. Не, а почему здесь это можно делать? Ну вот это безобразие, вы сами со мной согласитесь, это нельзя допускать. Базы стоянки нет. Пожалуйста, сделайте базу стоянки. Оформите установленным порядком разрешительные документы на суда, на коммерческую деятельность. И пожалуйста, занимайтесь. Никто же не говорит, что этого не надо делать. Наоборот, говорят, что это надо делать. Но надо делать в рамках закона. Владельцам объектов необходимо работать по правилам, иначе их закроют в судебном порядке. Инспекция вынесла последнее предупреждение. Отметим, что подобные рейды МЧС Дагестана будет проводить регулярно. По тематам Аннабова, Мурат Бекбарзо, в новости ННТ, Казбековский район. Цены на квартиры в новостройках Махачкалы снизились на 13%. Федеральные эксперты проанализировали динамику цен за последние три года в 63 крупных городах страны. Результаты показали, что цены выросли в 45 городах, снизились в 18. В столице Дагестана спад цен. В среднем один квадратный метр жилья в Махачкале стоит около 37 тысяч рублей. В то время как в июле 2016 года стоимость достигала 42 тысяч рублей. В субботу в Махачкале пройдет республиканская сельскохозяйственная ярмарка, организатором которой является Минсельхозпродреспублики. В преддверии праздника Курбан-Байрам жители и гости столицы Дагестана смогут приобрести продукты питания по ценам на 20% ниже рыночных. Растеневодческую и животноводческую продукцию можно будет купить напрямую у сельхозпроизводителей. Ярмарка пройдет по улице Пушкина. Изнародные забавы в официальный вид спорта. А в Дагестане будут развивать пляжную борьбу. Готовы ли наши атлеты заявить о себе в этом виде спорта на мировой арене, узнавал Курбан Рагимов. Он сегодня утром побывал на городском пляже. Разгар лета в Махачкале. В первую половину дня городской пляж превращается в один большой спортивный зал под открытым небом. Горожане с самого утра делают пробежки, плавают и занимаются на турниках. В общем, занятия по душе здесь находят все. Как просто любители активного образа жизни, так и профессиональные спортсмены. На зарядку приходят все – мужчины, женщины и дети. Форму поддерживают и взрослые, и пожилые люди. Утром спортсменов даже больше, чем купальщиков. У снарядов выстраиваются очереди. Море, солнце и песок – это идеальная площадка и для наших борцов. Тренировки на городском пляже проходят каждое утро. Поэтому, уверены вольники, проблем с освоением новой спортивной дисциплины у них не возникнет. Ну вот, пляжная борьба для нас – это не такой тяжелый вид спорта. Мы здесь, можно сказать, с детства выросли, и оно нам на руку. Я думаю, у нас будут одни как и вольные, так и в пляжной борьбе лидеры в мировом. Так что, тут ничего такого особенного нет. Мы чуть-чуть изучим правила, все, и пойдем дальше, как всегда, везде добиваться мировых результатов. Руслан Дебергаджиев будет руководить пляжным видом борьбы в Дагестане. Чемпион Европы совсем недавно начал тренерскую карьеру в спортшколе имени Садулаева. Молодому специалисту поручено собрать команду для участия в международных турнирах. Они сейчас проводятся под эгидой объединенного мира борьбы. У мужчин по регламенту четыре весовые категории. И в правилах одно большое отличие от вольного стиля – здесь нет партера. В остальном задача ясна – нужно уложить соперника на лопатки. Ну, попали мы на совещание к Саджи-Саджиду президенту Федерации борьбы. И вот там, по его поручению, он мне дал займись этой пляжной борьбой. Как-никак я на пляжу много времени провел и боролся. Там нельзя касаться третьей точки. Один бросок, два балла оценивается. Потом выталкиваем тоже один балл. Ну, три минуты до трех баллов. Кто выиграл, тот выиграл. Ну, есть чуть-чуть есть. Кто хитрее, тот и выигрывает. Идея развивать пляжную борьбу пришлась по душе многим. От звонков и заявок уже нет отбоя. Проверить свои силы на песке планируют даже тренеры, а также ветераны спорта. Специалисты убеждены, для дагестанской молодежи пляжная борьба станет хорошим трамплином для продвижения на мировую арену. Пляжная борьба – это очень интересный вид спорта. Почему? Потому что я даже вот думал, почему у нас в республике такая республика, столько развитых ребят, и нет именно вот этого направления. Мы думаем, что эта борьба у нас очень сильно будет развиваться в нашем регионе, потому что есть все предпосылки к этому. Почему? Потому что у нас ребята крепкие, здоровые. Очень много есть ребят, которые не попали, допустим, в традиционную вольную борьбу. Это классика. Там могут себя проявить. То есть очень рад и на самом деле, да, почему бы, где она вообще раньше была, скажем так. Новое направление – самый борцовский регион России – официально откроет для себя уже через две недели. 24 августа на городском пляже пройдет первый чемпионат Дагестана. Турнир среди юниоров и взрослых покажет, кто из дагестанских спортсменов в ближайшем будущем попытается отобрать у грузинской команды пальму мирового первенства. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это была последняя новость в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова